Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров. А спонсором нашей передачи выступает торговый дом Дордой Плаза. Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. Дордой Плаза. Все для вашей спортивной семьи. В столице Кыргызстана Бишкеки прошел чемпионат мира по борьбе самбо. И сегодня мы вам расскажем о выступлении кыргызстанских спортсменов в разделе «Спортивная самбо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Итак, в столице Кыргызстана, в городе Бишкек, впервые в истории нашей страны прошел чемпионат мира по борьбе с самбо. Мы смотрим фрагменты торжественного открытия соревнований. Открыл чемпионат мира заместитель председателя кабинета министров Кыргызской республики Эдиль Байсалов. Также к спортсменам и зрителям обратился президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. Ну и также с началом соревнований участников поздравил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтенбек Максутов. В нынешнем чемпионате мира приняли участие представители 52 стран. Прозвучал гимн Кыргызской республики, затем зрители и спортсмены увидели культурную программу. Ну а теперь мы вам расскажем о выступлении наших борцов в разделе «Спортивная самбо». Итак, весовая категория до 88 кг, схватка за третье место. В этой весовой категории Кыргызстан представлял Асалбек Оуну Жамалдек. Он в красной куртке, как вы уже поняли, и в схватке за бронзовые медали. Его соперником был представитель Узбекистана Эхтиор Эшмуродов. Узбекистанец является действующим чемпионом мира. В 2021 году он завоевал это звание. Также Эхтиор Эшмуродов является победителем Кубка мира Мемориал Харлампеева 2021 года. Серебряный призер международного турнира Кубок Президента Фиас 2021 года. Каргызстанец Асалбек Оуну Жамалбек, уже довольно опытный спортсмен. Он является серебряным призером первенства Азии среди юношей 2012 года. Серебряный призер первенства мира среди юношей 2012 года. Серебряный призер первенства Азии среди юниоров 2014 года. Попытался Асалбек Оуну Жамалбек провести болевой прием на ногу своему сопернику. Не получилось и схватка будет продолжена в стойке. Также Жамалбек является победителем азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года. Серебряный призер Кубка мира Мемориал Сарлампеева 2017 года. В этом году Асалбек Оуну Жамалбек завоевал бронзовую медаль на Кубке основоположников самбо 2022 года. Этот турнир как бы имеет новое название. Международный турнир по самбо Мемориал Анатолия Харлампеева был учрежден в 1980 году. А вот с 2022 года этот престижный турнир носит название Кубок основоположником самбо. Ну и наверное все знают, что основоположниками этого вида единоборства являются Анатолий Харлампеев, Василий Ощепков и Виктор Спиридонов. Ну а у нас счет 1-0 в пользу Ихтиюра Ижбродова и менее трех минут остается до окончания этой схватки. Чемпионом мира в этой весовой категории до 88 килограмм стал Сергей Рябов, представитель команды FIAS-1. Серебряным призером стал представитель Армении Давид Григорян. И бронзовую награду, одну из бронзовых наград завоевал Паата Гвиниашвили из Грузии. И мы с вами смотрим схватку, где определится еще один бронзовый медалист. Кстати, схватки за третье место проводятся только в спортивном самбо, в боевом самбо. Схваток за третье место нет, там бронзовыми призерами становятся борцы, которые уступили в полуфинальных схватках. Подустали уже ребята, поправляет экипировку Ассалбеку уже Молбеку и схватка продолжается в стойке. Конечно же, очень много гостей было на этом чемпионате мира. Практически все президенты федерации побывали у нас здесь. Ну и конечно же, впервые у нас в Бишкеке можно было наблюдать спортсменов из Латинской Америки, из Африки. В общем, на этом чемпионате мира боролись спортсмены практически со всех континентов. Ну, разве что с Антарктиды не было. А так, из Северной Америки команды были, из Южной Америки, из Африки, из Австралии, ну и соответственно, из Европы и Азии тоже было очень много команд. Как я уже вначале сказал, 52 страны, спортсмены из 52 стран приняли участие в этом чемпионате мира. Треть секунд остается до окончания этой схватки. Попытался Жан Албек провести приемы. Два балла зарабатывает наш сам лист. Таким образом, выходит вперед в этой схватке. И выигрывает Жан Албек чемпиона мира 2021 года Узбекистанцы Ихтиора Ашмурадова. Атакует узбекистанец, но в арене схватки вышло. И в итоге Ашал Бек, Улу, Жан Албек становится бронзовым призером чемпионата мира. Довольно упорный был поединок. Буквально вот в конце этой схватки удалось 2 балла заработать Ашал Бек у Нюга Малбеку. И в итоге он стал бронзовым призером, с чем мы его и поздравляем. Ну а теперь весовая категория до 71 килограмма. Здесь нашу страну представлял Феликс Уланбеков. Он в красной куртке, вы видели его выход. А это его соперник Шамиль Зельфикаров. Шамиль Зельфикаров представляет команду ФиАС-1. Он из города Нижневартовск. Вот он на ваших экранах. Шамиль Зельфикаров. Финальная схватка весовой категории до 71 килограмма. Нижневартовский спортсмен является бронзовым призером первенства России среди кадетов 2014 года. Бронзовый призер первенства России среди юношей 2016 года. Победитель Всероссийской спортокеады 2022 года. Чемпион России 2022 года. Кыргызстанец Феликс Уланбеков является серебряным призером первенства Азии среди юношей 2018 года. Чемпион Азии среди юниоров 2019 года. Серебряный призер первенства мира среди юниоров 2020 года. В этом году Феликс Уланбеков стал бронзовым призером кубка основоположником самбо. Как я уже сказал, этот турнир ранее носил название Кубок мира Анатолия Харлампеева. Ну, получается, что немного постарше нашего спортсмена Шамиль Зельфикаров. И схватка продолжается в стойке. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Кака Гильды Егенбаев из Туркмении и Арнур Куатай из Казахстана. Итак, пытается на болевой, по-моему, перевести своего соперника Феликс Уланбеков. Не получилось, и схватка будет продолжена в стойке. Но вообще, если говорить о развитии самбо у нас в Кыргызстане, то оно началось в 60-е годы прошлого века. В 70-е годы одними из первых тренеров по самбо в городе Фрунзе были братья Александр Михайлович и Владимир Михайлович Жулдыбин. Также тренировали ребят Роман Павлович Ким и Савелий Емельянович Галкин. Но в 1976 году в город Фрунзе из Чувашской АССР приехал Николай Петрович Михайлов. И вот, в принципе, можно сказать, на сегодняшний день Николай Михайлов является тренером очень многих известных ныне тренеров. В 1977 году президентом федерации самбо Кыргызстана был избран Руслан Искенов. В 2002 году Руслан Цардыбаевич сдал свои полномочия Нурлану Таканоеву, который 19 лет руководил этой федерацией. И с 2020 года федерацию возглавил Азиз Ибраев. Итак, вновь пытается атаковать Феликс Ланбеков. Не получается пока ни одному из спортсменов набрать результативные очки. И схватка будет продолжена в стойке. Вообще, хотелось бы отметить очень хорошую организацию соревнований. Постаралась, конечно, и федерация самбо Кыргызстана и департамент спорта. Все было организовано на очень высоком уровне. Ну и в настоящее время самбо довольно неплохо развивается во всем мире. И практически, наверное, кроме Олимпийских игр, в рамках различных комплексных мероприятий проводятся соревнования по самбо. Так вот, в 2013 году в Казани самбо впервые вошли в программу Универсиады. Ну и также самбо было включено в программу Азиатских игр 2018 года в Джакарте. Ну и, естественно, в Европейских играх также выступали самбисты. Ну и можно сказать о том, что самбо уже получило признание Олимпийского комитета Азии. Ну а насчет Олимпийских игр пока, так сказать, тишина. Итак, атака в исполнении Шамиля Зельфикарова. Заработал он 2 балла, по-моему. А вот здесь заработал он. Перешел на удержание. Там 2 балла не дали. А здесь вот атакует Шамиль Зельфикарова. И в итоге выигрывает эту схватку болевым приемом. Немного не хватило Феликсу Уланбекову. Но это опыта немного не хватило нашему борцу. Все-таки поопытней Шамиль Зельфикаров. И в итоге Феликс Уланбеков становится серебряным призером чемпионата мира. Что также неплохо. Ну а теперь высовая категория свыше 98 килограмм. Здесь нашу страну представлял Бекболот Токтагонов. Он в синей куртке. И мы смотрим схватку за выход в четверть финал. Где Бекболот встретился с представителем Латвии Виктором Решко. Латвийский спортсмен является чемпионом Латвии 2016 и 2017 годов по джудо. Также Латвийский спортсмен является 4-х кратным бронзовым призером чемпионатов мира и Европы по самбо. 2-х кратный серебряный призер чемпионатов мира по самбо. 2-х кратный серебряный призер кубков мира по самбо. Серебряный призер европейских игр 2019 года по самбо. Бекболот Токтагонов Кыргызстан. Любители спорта прекрасно знают, что Бекболот джудоист. Он является бронзовым призером первых юношеских олимпийских игр. Чемпион Азии среди молодежи 2011 года. Бронзовый призер Гранд Слен Дюссельдорф 2018 года. Это все по джудо. По самбо в принципе Бекболот Токтагонов не выступал особо. Но вот в этом году Бекболот выступил на чемпионате страны по джудо. Занял первое место. А затем стал победителем чемпионата Кыргызстана и по самбо. Ну и прекрасная атака в исполнении Бекболота. Зарабатывает он 4 балла и ведет в этой схватке. И в этом году также Бекболот Токтагонов принял участие в чемпионате Кыргызстан. По вольной борьбе. И стал серебряным призером. Вот такой разноплановый борец Бекболот Токтагонов. И так 4-0 в счет. И пытается Латыш что-нибудь предпринять. Но как мы видим первым номером работает кыргызстанец. Ну и в принципе особо не отсиживается Бекболот в обороне. А пытается навязать свою борьбу. Ну и в принципе действует довольно активно. Занимает он центр ковра. И Виктор Решко пока ничего не может противопоставить нашему спортсмену. Попытался за пояс прихватить соперника Бекболот Токтагонов. Не получилось. И схватка будет продолжена в стройке. Дилейт рефери на ковре замечание обоим спортсменам за пассивность. И схватка продолжается в стойке. Ну и можно сказать о том, что у нас всегда были сильные санбисты. Так, например, можно вспомнить таких борцов, как Александр Пушница, который был неоднократным чемпионом мира. Чемпионом мира был Мухаммед Халыев. Также чемпионом мира и обладателем Кубка мира был Владимир Вишнев. Кроме того, Марат Дасанов, Виктор Тихонов и Марат Тимурбулатов также были чемпионами мира, обладателями Кубка мира. Ну и Станислав Васильев был чемпионом мира среди полицейских. Ну и из нашего, так сказать, после советского периода уже с обретением независимости тоже у нас был целый ряд прекрасных санбистов. Это Азамат Асакеев, Артур Тео. Ну, как вы знаете, Артур Тео был чемпионом мира среди юношей, боролся по самбу, но вот его пригласили в сборную по джидон где-то в 2016-м, по-моему, или 2017-м году. И Виктор, и Артур Тео, в принципе, довольно неплохо выступал и под джидо, и в итоге стал бронжевым призером азиатских игр в Джакарте. И таким образом вот Артур Тео и Владимир Залоев стали первыми кыргызстанскими джидаистами, которые выиграли медали азиатских игр. Итак, завершается у нас схватка за выход в четверть финал, и в итоге со счетом 6-0 победу одержал Бекбалот Токтагонов. Давайте еще раз посмотрим вот этот 4-бальный бросок через бедро кинул своего соперника Бекбалот, и в итоге стал победителем этой схватки и вышел в четверг финал. И в четвертьфинале кыргызстанец встретился с представителем Сербии Владимиром Гаджичем. Помощнее сербский спортсмен, потяжелее, но здесь уже ничего не поделаешь. Это весовая категория свыше 98 кг. Итак, Владимир Гаджич Сербия, бронзовый призер первенства Европы среди юношей 2008 года, бронзовый призер Кубка мира среди студентов 2014 года, бронзовый призер первенства мира среди студентов 2014 года, серебряный призер Кубка мира Мемориал Харлампио 2020 года, серебряный призер чемпионата Европы 2016 года, также Владимир Гаджич является бронзовым призером чемпионатов Европы 2019 и 2021 годов, бронзовый призер Европейских игр 2019 года. Кроме того, Владимир Гаджич является бронзовым призером чемпионатов мира 2020 и 2021 годов, бронзовый призер чемпионата мира по пляжному самбо 2021 года. Ну и к этому можно добавить, что в 2018 году Владимир Гаджич стал победителем Кубка Европы в Сербии по дзюдо. Так, за пассивность наказан сербский спортсмен, один балл записан в актив Бекболото Токтагонова и мы видим, что наш борец пытается подготовить прием, но вновь выходит за пределы ковра Владимир Гаджич, еще одно предупреждение он получает, таким образом шок становится 2-0 в пользу Бекболото Токтагонова и вновь кыргызстанец пытается работать первым номером, ну и вот в принципе особо активных действий со стороны серба не наблюдается, хотя имеет он преимущество в весе, тем не менее довольно неплохо справляется со своим соперником Бекболото Токтагонов и продолжает наш борец атаковать. Кстати, в прошлом году на чемпионате мира 2021 года в Ташкенте ни в спортивном, ни в боевом разделе у мужчин медалей не было, но без медалей мы все-таки в прошлом году не остались. Бронзовую медаль чемпионата мира завоевала Абдумалик Кыжи Самара, которая выступала в весовой категории до 50 кг и, завоевав бронзовую медаль, она стала трехкратным призером чемпионатов мира. Итак, у нас счет 2-0, в принципе Владимир Агаджич особых проблем Бекболоту не доставляет, вновь рефери на ковре делает предупреждение сербского борцу за пассивность и в итоге схватка остановлена, победу одерживает Бекболот Токтагонов и выходит в полуфинал. И в полуфинальной схватке кыргызстанец встретился с представителем туркмении Батыром Хаджа Мухаммедовым. Туркменский борец является бронзовым призером международного турнира по джюдо Агадир Гран-при 2018 года. Прекрасный прием в исполнении нашего борца, но вот оценил он всего 1 балл, на бок упал соперник. Чуть-чуть не докрутил Бекболот Туркмена, упал бы Туркмен на спину, дали бы 4 балла, а так 1 балл, но все равно бросок был довольно красивый. Итак, Туркмен бронзовый призер международного турнира по джюдо 2018 года в Марокко. Ну и в принципе он выступает как в Хамбо, так и в джюдо и является участником чемпионатов Азии, чемпионатов мира и азиатских игр под джюдо. Но мы видели, что 1 балл удалось забрать Батыру Хаджа Мухаммедову. Таким образом, счет стал 1-1 и схватка продолжается будет в стойке. Вот, там все-таки дали 2 балла туркменскому самбисту, просмотрели на видеоповторе еще раз этот момент, и в итоге со счетом 3-1 ведет представитель туркменей. Ну, можно сказать о том, что впервые в истории Международной Федерации самбо принимала участие команда беженцев, но и в итоге вот золотую медаль чемпионата мира завоевала представительница команды беженцев Мария Аньюлина Герис весовой категории до 50 кг. А мы видели прекрасную атаку в исполнении Бигблота Токтагонова. Сумел он провести 4-бальный бросок и сразу перешел на удержание. Таким образом, Батыр Хаджа Мухаммедов даже не стал сопротивляться, а сразу сдался. Ну так вот, представительница команды беженцев Мария Герис стала чемпионкой мира в категории до 50 кг. Когда она выступала за сборную Венесуэлы, она уже завоевывала второе место молодежного первенства мира, а вот по-взрослым она стала чемпионкой. Но в настоящее время она, насколько я знаю, живет во Франции и выступает за команду беженцев. Итак, финал. Венесовая категория свыше 98 кг. Дамбек Балот Токтагонов против монгольского спортсмена Дамдин Сурена Пурев Доржа. Вот монгол на ваших экранах. Финал по спортивному самбо. И отмечу, что в новой истории Кыргызстана, то есть, когда Кыргызстан стал уже независимым государством, чемпионов мира по спортивному самбо у нас не было. Кыргызстан. Были у нас победители чемпионатов мира по боевому самбо. Это Дмитрий Заболотный в 2006 году был чемпионом мира. Но, правда, потом его, так сказать, переманили российские специалисты, а именно, братья Емельяненко. И Дмитрий уехал в Россию и далее уже выступал за сборную России. В 2017 году Бекмазар Райн Кулуину стал чемпионом мира. Ну и в этом году в Бишкеке в 2022 году чемпионом мира по боевому самбо стал Дайрбек Карьяев. Ну вот в спортивном самбо у нас золотых медалей. Собретения независимости не было. Так что все, конечно же, ждали этой финальной схватки и надеялись, что на домашнем чемпионате мира у нас впервые появится золотая медаль по спортивному самбо. Итак, Дабдин Сурен Пуривдорш, Монголия. Бронзовый призер Кубка мира по дзюдо в Улан-Баторе 2011 и 2012 годов. Победитель Кубка мира Мемориал Харлампиева 2018 года. Бронзовый призер Кубка мира Мемориал Харлампиева 2019 года. Чемпион мира 2021 года. То есть Бекбалот Токтагоров встретился с действующим чемпионом мира. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом лесе стали Батыр Хаджа Мухамедов Туркмения и Антон Брачев команда Фиас-1. Итак, попытался Дамдин Сурен Пуривдорш провести атаку. Не получилось. И схватка будет продолжила в стойке. Кстати, в этом году на чемпионате Азии неплохо выступили наши самбисты. Но вот золото чемпионата Азии завоевала одна лишь спортсменка. Это Абду Малик Кузы Самара в категории до 54 килограмм. Итак, один балл записан в актив Бекбалот от Октагонова и схватка продолжается в стойке. Серебряными призерами чемпионата Азии 2022 года стали Нургазы Жан Басуов в категории до 58 килограмм и Алтенбек Абды Касымов в весе свыше 98 килограмм. И бронзовыми призерами стали Белек Бараканов в весовой категории до 64 килограмм. Айдос Алиев в весе до 79 килограмм. Турарбек Жалдаш Казеев в категории до 98 килограмм. И Медедбек Казы Мираида в весе до 72 килограмм. Один балл записан в актив Бекбалота от Октагонова. Таким образом ведет он со счетом 2-0. И схватка будет продолжена в стойке. Ну вот, поправляет экипировку Бекбалот от Октагонов. В ожидании Дамгдин Сурен Пурю Дорш. И схватка продолжается. Финальная схватка весовой категории свыше 98 килограмм. В менее двух минут до окончания этой финальной схватки. Пытается монгольский спортсмен навязать свою борьбу. Но, как мы видим, хорошо обороняется Бекбалот от Октагонов. В принципе, особо он не убегает. Можно получить предупреждение за пассивность. Поэтому, в принципе, Бекбалот от Октагонов довольно активно борется. И не дает своему сопернику как бы подготовиться к броску. Попытался провести прием Бекбалот. Не получилось. И, судя по всему, схватка будет остановлена и продолжена в стойке. Вновь в атаке Дамгдин Сурен Пурю Дорш. Прессингует он нашего борца. Но сдвинуть Бекбалот от Октагонова также непросто. А вот мы видим атаку. И мне показалось, что 1 балл дали монгольскому борцу. Мне показалось, что Бонгол все-таки 1 балл взял. На бок упал Бекбалот от Октагонов. Таким образом, счет стал 2-1. Сократил разрыв в счете монгольский спортсмен. И менее 30 секунд остается до окончания этой схватки. Вновь прессингует Дамгдин Сурен Пурю Дорш. Монгольский борец. И надо вот немного совсем Бекбалот от Октагонову отстоять. 10 секунд. Время тает. Выталкивает за пределы ковра нашего борца Монгол. И в итоге еще 1 балл дается Бекбалот от Октагонову. И таким образом, со счетом 3-1 он выигрывает эту финальную схватку. И становится первым в истории независимого Кыргызстана чемпионом мира по спортивному самбо. Поздравляем Бекбалота от Октагонова с этим успехом. С золотой медалью чемпионата мира. Но и Международная Федерация также выделила денежные призы спортсменам. За первое место самбисты получили 4 тысячи долларов. За второе 3 тысячи. И бронзовые призеры получили от Международной Федерации самбо по 2 тысячи долларов. Итак, гимн Кыргызстана под сводами спортивного комплекса «Газпром детям». Поздравляем наших самбистов с успешным выступлением на домашнем чемпионате мира. Мы желаем нашим спортсменам дальнейших успехов. А сегодня у нас в гостях почетный президент Федерации самбо Кыргызской Республики Нурлан Таканоев. Здравствуйте, Нурлан. Поздравляю вас с успешным проведением первого чемпионата мира по самбо в Бишкеке. С успешным выступлением наших спортсменов. Второе общекомандное место. Две золотых медали. Давайте, наверное, по порядку. Как получилось, что отдали чемпионат мира в этом году нам, Кыргызстану? Добрый день. Спасибо огромное. Во-первых, хочу сразу выразить вашему телевидению, Тахир, огромное спасибо. Всегда полномасштабно, концептуально, как говорится, всегда освещаете наши мероприятия. Не только наши мероприятия. Все, что в Кыргызстане творится, делается лучшее в спортивном направлении. Я думаю, одно из лучших, которые вы освещаете, это вам огромная благодарность. От имени Федерации, от имени ветеранов, тренеров, спортсменов и так далее. Спасибо. Как получилось так, потому что мы уже много лет, допустим, на чемпионатах Азии, на чемпионатах мира. Мы всегда были в тройке и наши ребята призерами и чемпионами юноши, молодежь. История чемпионов идет со времен Мухаммеда Халыева, Советский Союз. С тех пор, наверное, накапливался опыт и международная федерация самбо увидела перспективы нашей федерации, посмотрела наши достижения. Они специально несколько раз приезжали в бешки и наконец убедились, что в Кыргызстане можно провести чемпионат мира. Естественно, из тех спортивных залов, которые есть, они остановились на Газпроме. Но так как у нас другого, как говорится, одного из лучших дворцев спорта пока нет, я надеюсь, что под руководством нашего президента страны и премьер-министров, который ныне возглавляет кабинет министров домой, наконец-то повернутся к спортсменам и построят по всем стандартам мировым дворец спорта, на котором можно было не стыдно проводить чемпионаты мира, игры, Азии и так далее. Честно говоря, я был очень удивлен. 52 страны. Это и Латинская Америка, и Австралия, и Африка. Весь мир был со всех континентов. С Антарктиды не было. Остальные все были. Очень хорошо. Окликнулись 52 страны. Это очень большое достижение для Кыргызстана, для нашей федерации самбо. И то, что они приехали, это уже большая заслуга нашей федерации и наших спортсменов. Естественно, вклад в том, что именно выбор плавал на Кыргызстан. Это заслуга нашего молодого президента федерации, которому два года назад я сдал свои полномочия. Азизу Ибраеву огромное спасибо. Команде нашей. И я думаю, мы заслужили, что в этом году такой грандиозный чемпионат мира именно прошел у нас в Бишкеке. Ну, теперь по выступлению спортсменов. Чемпион мира у нас Бекбалот Токтагонов по спортивному самбо. Сегодня раз мы разговариваем о спортивном самбо, во второй передаче о боевом поговорим. В первой говорим о спортивном самбо. Вот вы сказали, что Мухаммед Калыев первый был чемпион мира во времена Советского Союза. Он за вооруженные силы, по-моему, выступал. Да, да. Мухаммед Калыев одна из легендарных личностей. Когда они блистали на ковре, я был еще молодым самбистом, только-только первый азы учился. Я приходил, восхищался борьбой Мухаммеда Калыева. В то время были братья Александра Пушницы. Здесь они служили в свое время, выступали. Бушницы является девятикратным чемпионом Совета Союза, трехкратным чемпионом мира. Из наших воспитанников, которых, допустим, воспитал Михайлов Николай Петрович, хочу перечислить, того же Володя Вишнева. Чемпион мира, чемпион Кубка мира. Это тоже легендарная личность. Сегодня он пока проживает не в Киргизии, а в Петербурге. Но это школа, это школа Михайловой, она идет своим чередом. Есть такие достижения, допустим, со времен суверенитета, хочу перечислить уже, допустим, чемпиона мира по юношам, по молодежи они есть. Все призеры мира были. Единственное, не было такого чемпиона мира по спортивным, именно по взрослым. В этом году Тухтовонову повезло. Парень достойный. Много лет уже тренируется. Тренировался по дзюдо, боролся и по самбо, и так далее. Но его травмы беспокоили, беспокоили. В отношении этого парня у меня были давно взгляды. Я с его отцом разговаривал. Отец является там полковником Министерства внутренних дел. Тоже прекрасный спортсмен. Давно говорил, дайте парня проверить себе силы в самбо. А вдруг повезет. Поэтому я говорил, ребята, если вы можете бороться по самбо, вы можете бороться по вольной борьбе, по кайденовской, по дзюдо. Почему бы нет? Можешь вперед. Хочешь участвовать даже по шахматам. Нельзя зацикливаться на одной борьбе. Пока есть силы, пока есть возможность, молодость, почему бы использовать себя по другим видам спорта. И Тухтовонову вот этому году повезло. Показал очень красивую борьбу. Одолел того же монгола, которому под дзюдо уже проигрывал. Так что у нас школа самбо растет и будет расти. Можно добавить, что Бигбулот в этом году выиграл чемпионат страны по самбо, по дзюдо и стал серебряным призером чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе. Это прекрасный результат. У парня сейчас подъем. Мы надеемся, что с этими успехами у него еще путевка может откроется на 24-м году на Олимпиаду и по дзюдо. Почему вы себя не попробуете там? Все шансы у парня есть. Фелик Соломбеков. Немного вот не хватило. Серебряная медаль. Даже может, мог он выиграть в принципе. Что не получилось чуть-чуть? Про Феликса хочу остановиться. Каракольская школа, тренер Колумбек, по юношам его нашел. Сейчас он служит в наших пограничных войсках. Сейчас под руководством Тупик Андрея Васильевича. Вот эти достижения, которые он достиг, я считаю, что это командная тренерская бригада. Во главе с Тупиком Андреем Васильевичем, Азаматом Хазакбаевым они довели этого парня до такого результата. По его проигрышу могу сказать так. Парень молодой, перспективный, на него ставки никто и не делал. И парень был, как говорится, темной лошадкой, но выстрельнул. Чуть-чуть не хватило опыта. Вы, наверное, видели, и наши телезрители видели, что у парня настрой есть. Технически он уже подкован, тактически проиграл. Я думаю, все наживное, все впереди. Но уже, может, сейчас, став серебряным призером чемпионата мира, у него появится дух, самоуверенность в себе. И на следующий мир, я думаю, мы его подготовим. И, я думаю, тоже еще будет медаль. Ну и бронзовый призер у нас есть. У нас весь комплект медалей. В этот раз в спортивном самбо. Азамалбеку Ужамалбеку бронзовая медаль. У него что не получилось? У Ужамалбека был большой перерыв. Около двух лет. Парень не тренировался в полную силу. Были семейные обстоятельства и так далее. Парень женился. Семейный быт и так далее, и так далее. И вот с прошлого года парень, как говорится, взялся за ум. Все-таки победитель азиатских игр. Призер призер Азии. Это перспективный борец. Не хватило просто опыта выездов. Потому что два года это сказалось на парне. Но сейчас у парня настрой очень хороший. Тем более в Киргизе он стал бронзовым призером. У него в перспективе выиграть чемпионат мира. Мы будем готовить его на следующий чемпионат мира. Команда есть. Команда в перспективе покажет очень хорошие результаты. Надеюсь, на сегодняшний день в подготовке сборной госагентств. Что дома я хочу похвалить. Очень хороший перспективный парень, который всесторонне стал помогать нашей сборной. И наши ребята полноценно подготовились к этому чемпионату мира. Планы какие теперь у федерации? Огромные планы. Мы на уровне Международной федерации Шестакова Василия Борисова разговаривали о том, чтобы как бы в перспективе не организовать здесь, на Иссыкуле, спортивный круглогодичный комплекс. Для того, чтобы могли тренироваться все сборные чемпионата мира. В свое время хотели построить академию самбо в Ташкенте, но не получилось. И мы сейчас проявляем инициативу, почему бы на Иссыкуле не построить. Вы посмотрели, что генеральный спонсор Международной федерации является Роснефть. Мы думаем, что сейчас начнутся переговоры. Благодатная наша земля. Жемчужина нашего Кыргызстана, Иссыкуль. Я думаю, с раствортертыми руками это встретит. Главное, эту инициативу начать и попытаться построить на Иссыкуле. Как вы помните, что с Советского Союза все сборные, не только самместные, легкоатлеты, велосипедисты, пловцы, горнолыжники, все были на Иссыкуле. Даже наши великие космонавты приезжали в Авроре, восстанавливались. И я думаю, на нашей земле, именно на Иссыкуле, можно построить такой спортивный комплекс, недорогой. Все мы знаем, что содержать спортсмена не только дома, но и на сборах очень дорого. Какого-нибудь эконом-класса, чтобы были элементарные условия, что для спортсмена нужно. Теплые условия жилья, питание, а остальное все у нас на Иссыкуле есть. Солнце, воздух и вода. Будем надеяться, что ваши планы сбудутся. Ну и в заключении поздравляю вас, сегодня Международный день самбо. Поздравляю вас с этим праздником. По-моему, 17 лет у руля Федерации самбо вы стояли. Спасибо. И сейчас почетным президентом Федерации. Спасибо огромное. 19 лет. А, 19 лет, да? 19 лет я так и возглавлял Федерацию в тяжелое время. У нас сейчас уровень очень хорошо подрос. Мы можем похвалиться своими достижениями. И на уровне правительства, на уровне государства наши спортсмены отмечали. И я думаю, у нас еще перспективы золотых медалей, таких как на чемпионат мира, будет еще больше и больше. Ну и в завершении разговора можете нашим телезрителям что-нибудь пожелать. Спасибо. Огромные наши телезрители, любимые наши хоргустанцы. Это станция, самбисты. И те, кто любят этот вид спорта, хочу, во-первых, поздравить. 16 ноября 1938 года указом президиума была образована секция самбо. Этот вид спорта самбо. И тогда Анатолий Аркадьевич Харлампев возглавил этот вид спорта. Мы знаем историю, идет в этом году 84 года. Хочу, чтобы все наши дети, мальчики и девочки, занимались спортом. Не обязательно сам, пусть это будут здоровые, красивые наши хоргустанцы, на которых будет опираться наш народ. Посмотрите последние события, которые показали, что обороноспособность нашей страны зависит от нашей молодежи. Я думаю, мы тоже очень большой вклад от имени федерации делаем для обороноспособности нашей страны. Подготавливаем новых, молодых бойцов, физически, морально крепких ребят. У нас в гостях был почетный президент Федерации Самбо Кыргызской Республики Нурлан Токаноев. Спасибо, что пришли, Нурлан. До свидания. Удачи, спасибо. А сейчас рубрика, из которой вы узнаете о новостях Карвин Спортклуба. Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Карвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Так, в минувшие выходные в плавательном бассейне Карвин Спортклуба прошли внутриклубные соревнования «Осенние старты-2022». В состязаниях принимали участие дети, выступавшие в двух возрастных категориях. Начались состязания с веселой разминки, которую провели любимые детьми-миньоны. Сегодня мы расскажем о выступлении пловцов 2009-2011 годов рождения. Но сначала выступили самые юные карвиновцы, которые преодолевали дистанцию в 25 метров. По окончании заплывов они были отмечены призами и подарками от Карвин Спортклуба, после чего стартовал турнир среди старших. Каждый участник состязаний принимал участие в двух заплывах, а победитель определялся по сумме набранных очков. В итоге в заплывах 50 метров на спине плюс 50 метров вольным стилем среди девочек первое место заняла Алена Хромова. А второе и третье места достались Жанели Амелевой и Айлин Аликеевой. В аналогичном заплыве среди мальчиков быстрее всех дистанцию преодолел Марк Зелеченко. Вторым был Артур Цой и третий результат показал Элхан Кумужбиков. В заплывах 50 метров Брасом или Батерфляем плюс 50 метров Кролем среди девочек первенствовала Дарина Ибрагимова. Второй на финише была София Ситникова и третий результат показала Канакей Дуйшеева. В аналогичном заплыве среди мальчиков на верхнюю ступень пьедестала поднялся Дамир Умурзаков. Второе место занял Ратмир Бельбулов и замкнул тройку призеров Кирилл Киреев. Также были отмечены девочки и ребята, не попавшие в число призеров. Им также были вручены медали и грамоты участников от Карвин Спорт Клуба. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб. Фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает. Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза, зал Аймакс и новый зал Долби Атмос с ошеломительным звуком. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания. До следующих выходных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА